Приветствую вас, дорогие мои друзья! У микрофона ХЮНТ, вы на канале Поки Пика Проджект. Рубрика Поки Хаки, да-да, снова она. Сегодня будем играть в ромхак под названием Pokemon The Pit, то есть Pokemon Яма. Это очередной рогаликоподобный ромхак, но он меня удивил даже не столь своим наполнением, сколь своей подачей. В отличие от большинства ромхаков, здесь никакого титульного экрана, никакой вступительной заставки, ничего, даже титров не было на старте. Только запускаешь его и сразу попадаешь в комнату, где ты управляешь главным героем. Главный герой у каждого будет свой, это все рандомно. Мне достался профессор Оук, и если подойти вот к этой табличке, то разработчики ромхака сразу расскажут вам об основных его правилах. Добро пожаловать в яму из сотни испытаний. Начиная с этого момента, вас ожидает нескончаемая серия комнат, наполненных противниками. Сможете ли вы справиться с сотней этажей? Ну и здесь можно получить дополнительную информацию, титры, сменить свой внешний вид, ну а также получить ссылку на дискорд и изучить информацию по чит-кодам. Нам все это не нужно. Давайте выберем стартового покемона. А перед тем, как выбрать стартовика, нам дают выбрать настройки, собственно, игрового процесса. Битвы будут либо одиночные, либо двойные. Мы с вами, наверное, возьмем одиночные. Режим рандомайзера. Он бывает в двух вариантах. Либо будут перемешаны покемоны. Это по умолчанию включено, то есть какие будут стартовики, какие будут покемоны у тренеров. Это все будет определяться случайным образом. Либо можно включить полный рандомайзер, когда будут перемешаны не только покемоны, но и их типы, способности. Нет, типа нет, только способности и приемы. Вот. Но мы оставим только покемонов. Автосохранение включим на каждые пять этажей. Здесь есть определенные пресеты. Можно настроить уже типа усложненный режим, обычный режим и полностью ручная настройка. Мы с вами сыграем в обычном режиме. Здесь будет включен обычный режим деления опыта. Статчейнджер. Я не знаю, что это такое. Какой-то настройщик EV, IV. Мы его оставим включенным, но трогать, наверное, не будем. Наличие легендарок. Мы их отключать не будем, пускай будут. Мегаэволюции у тренеров. Они по умолчанию выключены. Наверное, мы их оставим выключенными. Этот румхак сделан на базе покемон Эмеральд, и у него есть три версии. Первый из них содержит в себе покемонов первых трех поколений, то есть, собственно, как было в Эмеральде. Вторая версия покемонов пяти поколений и моя вот эта ультимативная версия, в которую я играю сейчас. В ней все известные на данный момент покемоны из всех-всех-всех поколений. Собственно, давайте сохранять и посмотрим, какие стартовики нам доступны. Нам нужно выбрать трех покемонов, если я правильно понимаю, из всей этой большущей коробки. Итак, есть Милсерим, есть Мяут, причем необычный, Слоу Кинг, Снизл, Туоки, Галарк, Шелмет, Люминион и Драклоак, или Драклоак, я уж не знаю, как его правильно все-таки называть. В прошлый раз, когда я для теста запустил этот румхак, мне больше повезло с составом покемонов, потому что был Латиас доступен, еще там кто-то был. Ну, давайте возьмем Драклоака первым, вторым возьмем Галарка и третьим, третьим, наверное, Слоу Кинга выглядит неплохо. Давайте возьмем Слоу Кинг. Все, вы получили трех покемонов, нам желают удачи и нас отправляют на первый из этажей. Ух ты, покемон даже следует за нами. Прикольно. Ух ты, смотрите, какое оформление меню, оно совершенно другое. Значит, во-первых, есть Декс. Это Декс из Хоэна, но он немножко переделан. Смотрите, здесь даже статы покемонов вынесены, более подробно описаны. Классно. Он намного быстрее. Так, ну где ловится, нам, конечно, не скажут. Ого, сколько информации в этом Дексе, ребята! Из кого эволюционирует? Какой звук издает? Его размер, блин, класс. Класс, 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 я в восторге. Так, ну с Дексом разобрались. Помимо Декса здесь есть управление командой, оно примерно то же самое осталось. Но единственное, теперь да, нам дают возможность редактировать характеристики. По умолчанию у нас IV максимальные, а IV пустые. Но мы не будем сейчас это делать, так как все-таки для нашей рубрики Покехаки, я думаю, такой глубокий разбор не так важен. Но технически вы можете влиять на статы своих покемонов и менять им даже клички. Так, ну мы опять же на этом ограничимся. Давайте попробуем с кем-нибудь сразиться. Опа, первый тренер. Let's get you back to floor zero. Хочет нас на нулевой этаж выкинуть? Да сейчас прям. Первый тренер это тренер Кай. И у него лилигант! Но он всего лишь первого уровня, так что проблем возникнуть не должно. Кстати, обратите внимание, здесь есть подсветка типов, то есть эффективность атак видно против покемонов противника. И еще можно включить вот такое вот окошко, в котором полностью описаны способности этого приема, его сила, точность, приоритет, ну то есть вообще все. Это очень удобно. Класс! Давайте используем быструю атаку. Бабах! Проращивание неприятно. Кстати, спрайт очень красивый у лилиганта. Мне очень нравится эта версия лилиганта. Прям классно выглядит. Вторая быстрая атака все решает, и мы побеждаем. Но первый этаж не может быть сложным. Опыт делится. Тоже три покемона у всех. Ротом! Рототом-том! Ротом! Уже посерьезнее. Так, а красное что означает? Красное это, наверное, неэффективная атака, да? Тогда укус. Опа! Раздваивается. Слушайте, музыка классная, и графическое оформление потрясающее. Видно, что к этому ром-хаку подошли прям с душой. Я уж не знаю, насколько он будет сложный, и насколько интересно будет проходить все сто этажей, но то, что красиво, это однозначно. Мольтрес! Не-не-не-не-не-не-не, ребята! Ребята! Так, я не хочу. Нужна замена. Тем более мы пророщены. Против Молтреса неплохо, думаю, справиться. Что там у Галарка, кстати, по атакам? Да ничего хорошего. Слоу Кинга, наверное, выпускать. Давайте. Опа! Слоу Кинг, он нас гастом бьет. Много не нанесет. Только единица урона, но, опять же, разницу делает слишком большой разброс уровней. Пятый против первого. Сейчас слишком все хорошо для нас. Но где он взял Мольтреса первого уровня, это вопрос тот еще. Так, ты неплохо сражаешься, а вот ты слабо наоборот. Так, нам дали какой-то предмет. Так, супер-поушен забрали. А, на этом этаже был только один тренер. Теперь портал открылся, и мы можем идти дальше. На втором этаже уже, наверное, тренера будет два, да? Готовься к битве! Ух ты, тут еще и боевая музыка разная. На каждого тренера. Габи с Тейл энд Флеймом. Ух. Слушайте, это уже серьезно. Нужна замена. Хочется прям подольше эту музыку послушать, но нам никто не даст. Битва кончится быстрее, чем хотелось бы. Очень крутые музыкальные треки. Очень красивые. Я в восторге. Так, ну что, вотерган, да? Слушайте, он снова нас на прожарку отправляет. Какая долгая анимация. И всего единицы урона. Зато у него выросла скорость, но это ему никак не поможет. Раз и все. Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Класс. Клевки. Клевки. Клевки у нас, насколько я помню, стального типа, да? Ну давай водяной атакой его, простой. Слушайте, ну здорово. Я на этот ромхак натолкнулся абсолютно случайно. И пока прям восторг-восторг. Очень красиво. Очень красиво, очень интересно. Так, мы ловылапнулись. Остальные покемоны тоже получили свои шестые уровни. И лок-он, что это за атака такая, фиксируется на цели. Чтобы быть наверняка уверенным, что следующая атака попадет. Смотрите, даже это можно посмотреть. Контестовые статы атак. Но зачем они нужны в этом ромхаке, вопрос большой. Есть одно небольшое подозрение, ребят. Если кто шарит в ромхаках, мне бы хотелось от вас услышать, правда это или нет. Вот, возможно, сам ромхак не так хорош, как мне показалось изначально. Просто он сделан на базе какого-то другого ромхака, где уже занесена возможность вот этого красивого оформления, классного покедекса, классных вот этих вот менюшек. А сюда просто добавили 100 этажей на базе уже имеющегося какого-то каркаса. Если это так, обязательно напишите в комментариях, потому что, ну, было бы интересно это знать. То есть, все ли это делалось с нуля тем, кто делал конкретно вот этот ромхак, или все-таки на базе какого-то другого проекта. Так, мы нашли траву. Почему она ушла в сумку для покеболов, это вопрос другой. Это очень интересно. Ревайв с бета-лайтом, берис, пауэрапы, мега-камни, зет-кристаллы. Че здесь только нет, а? Статусные приемы, а где покеболы? А-а-а, не до конца переведено, видимо, не совсем корректно. Это должен был быть раздел для покеболов, но он стал разделом для всяких восстанавливающих предметов. Хорошо. Слушайте, ну пока неплохо, третий этаж. Тут опять какой-то один тренер, просто дед. Твой забег закончится здесь! Посмотрим, дед. Тренер Леви. Ух, какой у него Диггерсби жуткий, а? Мне одному кажется, что Диггерсби довольно жуткий визуально покемон. Что-то у него с внешностью такое странненькое. Точно снижает нам, а? Еще одна быстрая атака, но еще третья, и я думаю, все будет хорошо. Если попадем мы в него... Да, попали. Так, к седьмому уровню приближаемся. Пока с Галарком есть трудности. Шилдон из Мастербола. Круто. Мне его даже и бить-то нечем. Ммм, укус. Хорошо, попробуем еще раз. А мы промазали, наверное, все-таки нужна замена. Давайте с Лоу Кинга. Слушайте, ну пока прикольно, прикольно. Как всегда, ребят, ссылочку оставляю в описании. Можете посмотреть самостоятельно, оценить ром-хак и рассказать мне, что там все-таки на сотом этаже. Я-то вряд ли туда доберусь. Ну как вряд ли, я туда точно не доберусь. А вот вы-то можете. Слушайте, ну он своими блоками уже замучил. А между этажами ведь моих покемонов не лечит автоматически. То есть надо этим вопросом заниматься самому. Седьмой уровень. Собираешь предметы, и если тебе с ними везет, соответственно, лечишься. Ух ты, электрод. Региональный. Мама родная. И что мне с тобой делать? Ты у нас травяной частично, да? Давай-ка назад. Кстати, надо посмотреть, какие у наших покемонов предметы в лапах. Инфистейшн. На. Это суперэффективно. Ничего себе. А что он так мало урона-то впитывает? Зарядился. Так. Хоть кусай его. Сколько она? 20 пауэр. Наверное, кусать надо. Все, прекрасно. Еще и крит. Это победа, и это седьмые уровни. Седьмые уровни. Хотел бы я сказать, скоро к эволюции подойдем, но тут эволюционировать некому. Уж в ближайшее время точно. У нас только драклок может эволюционировать. Но ему до этого очень далеко. Слушайте, три предмета разом. Максимальный эфир. Так, это что такое? Усилитель летающих атак. И очки, усиливающие темные атаки. Хорошо. Так, не туда. Тыкнул. Что у нас, собственно, по предметам? Можно где-то в самморе посмотреть, что у него в лапах? Не дает, да? Или я не вижу просто? Сейчас посмотрим. Item. Take. Max эфир. Тут смысла никакого нет. X-Defense тоже никакого. Так, и темные очки. Давайте пробежимся по предметам. Посмотрим, нет ли у нас чего-то, что можно им дать в лапы полезного. Так, ТМки, Z-кристаллы. Это все ерунда. Вот, боевые предметы. Значит, летающие атаки усиливает. Темные атаки. И X-Defense, но это в бою надо. Значит, темные очки можно вполне дать Драклоку, потому что он кусается. Но это все, что мы можем сделать. Остальные покемоны остаются ни с чем. Ныряем дальше, и у нас с вами четвертый этаж. В рамках которого нам доступен, опять же, всего один тренер. О, какая музыка странная. Ух ты. Класс. Капсакит. Так, ребята. Инфестейшн. Прокусиваем. Ой, какая жуткая музыка. Я не помню, против кого сражаешься, чтобы она играла. Тут из легендарок, из крутых. Кто знает, откуда эта музыка классная. Такс, первый есть. Кто следующий? Газлорд! Такс. Но опять же, инфестейшнам тут горе не поможешь. Это слабая атака. Вот и все. Вот и весь урон. Ух ты. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо меняться. Драклок, все. Галарка, давайте. Это его первый, кстати, выход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну давайте грязью его. Точность будем снижать. Когда-нибудь рано или поздно он перестанет в нас попадать. Да как же больно-то, а? Какой неприятный этаж. Промазал. Он промазал. А мы сейчас между битвами подхилимся. И он снова мажет. Отлично. Мы все меньше наносим, но у него шансов на попадание мало. Я готов рискнуть, ребята. Я готов рискнуть. Я ему точность настолько снизил, что готов. И он промахивается. Есть. Победа. Победили еще одного. Восьмой уровень. Так, и последний покемон это... Да ладно? Ну сколько можно-то? Одни легендарки. Торнадус. Я даже не знаю, кем его бить. Давайте слоу-кинга выпускать. Тут хоть целенький. Больно. Пауэр джем. Попасть. Пожалуйста, слоу-кинг, держись. Пожалуйста. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я не хочу проиграть так рано. Бабах. Готов. Победа. Если есть чем вылечиться, то надо, наверное, уже и лечиться вовсю перед тем, как на пятый этаж спускаться. Пятый этаж это точка сохранения. Но будет ли там что-то приятное, типа какой-то лечилки особой, я пока не знаю. Здесь у нас какой-то предмет необычный. Эджект пэк. Заставляет замениться, если его статы были снижены. Любопытно. И еще один эджект пак. Медсестра. Здесь все-таки есть медсестра. Не надо тратить предметы. И здесь у нас восстановление 50 здоровья. Чудесно. Здесь можно купить тэнки. Формы, зэтмувы. Продать что-то. Класс. Подождите. А почем здесь эволюции? А, это эволюционные камни. Нам они ничего не дадут. У нас все покемоны либо уже эволюционировавшие, либо, ну, к этому как-то, как бы это сказать, непредрасположенные. Сейвинг. Отлично. Интересно, а можно ли как-то заменить своих покемонов здесь? Если после битвы, например, поговорить с тренером. Сейчас попробуем. Одна из моих любимых мелодий из Платины. С геймлидером, когда сражаешься. Какая музыка, а? Ммм. Сколько сразу воспоминаний накатывает. Ууу. А помните, помните, как мы с вами Платину проходили? Как это было круто. Как мы дрифблима, дрифблима этого долгого носили. С бесконечным количеством здоровья. Как же это было круто. Ребят, кто еще не видел наших записей стримов по Платине, обязательно загляните, посмотрите. Это было просто бомбически. Так, он убрал работу. С чего бы? Зекром! Кого? Не надо! Дядя, не надо! Естественно, электрический вариант тут не решение. Нужно заменяться. Но заменяться только на галарка. Упа, бу-бу-бу. Нет, друг, так не пройдет. Драконье дыхание! Куда? Слушайте, мы до шестого этажа только дошли. Но что-то они, блин, уже все получаются шестого уровня, а мои только восьмого. А дальше они будут качаться быстрее, чем мы. Мне это не нравится. Так, ну я ему точно снизил, насколько это возможно. Он теперь вообще не попадает. Бабах! Хе-хе-хе-хе! Так тебе. Ослепили легендарку и вырубили. Что-то они легендарные у них. Чего ж так много их, а? С другой стороны, опыта много дают. Тоже хорошо. Девятые уровни у всех у нас. Хочет выучить зевок. Зевок отличная атака. Так. Свагер заменяем. Он очень рискованный. Отлично. Все. Слушайте, ну прям классно. Реально классно. Можно вот так позалипать, особенно кто битвы любит. Тинкатаф. Мне, честно говоря, нравится, что сразу подсвечивается, какая атака будет эффективной, какая неэффективной. Покемонов стало в последнее время настолько много, что иногда и не запомнишь, кто какого типа. Да и типов самих довольно много, особенно в разных комбинациях, когда по два типа на покемона. Уже и не помнишь, кого чем бить. А тут прям тебе прямая подсказка. Меня это совершенно не напрягает. Скорее даже наоборот радует. Слушайте, у Тинкатафа всего одна единица здоровья осталась. А он все никак не хочет нокаутироваться. Готов. Немножко опыта. И последний покемон. Это Рабут. Слушайте, он тут всю команду, по сути, Галарк вынес. Ух. Вот сейчас было на грани. Две единицы здоровья осталось. Ну, умница. Что тут скажешь? Галарк чудо. Слоукинг десятый уровень, и мы победили с Эдди. Класс. Нет, они ничего не говорят. Разговаривать отказываются. И здесь второй тренер. То есть теперь уже надо побеждать двоих. Это, я так понимаю, будет только практика развиваться. То есть все будет больше и больше битв. Вот так вот сделаем. Соответственно, этажи будут все сложнее. Ну, давайте попробуем допройти этот этаж. Прямо уж интересно. Тут школьница очередная. Только написано, что ее зовут Тренер Пол. Ну, как говорится, не осуждаю. Всякое бывает в нашей жизни. Так, может быть, прокусить его? Ой, ой-ой. Сейчас пожалею. Горько пожалею. Не то, что прям горько, но с горчиночкой. Так, нокаут. И это победа. Десятый уровень для нашего Драклока. Еще два покемона. Зангус. Зангус вряд ли будет сверхопасным. Можно попробовать его сперва быстро тюкнуть. Две единицы. Неплохо. В принципе, я доволен. И теперь укус. Опа. Да как тебе не хватило-то, а? Он нам всю защиту поснижал. Надо сейчас будет заменяться. Но сперва мы его дотюкаем. Вот когда легендарок у них нет, конечно, живется-то приятнее. Алла Казам. Ну, не на сто процентов приятнее. Ладно. Алла Казам это та еще зверюга. Повезло, что у нас есть укус. Один удар, нокаут. Значительное количество опыта. И тренер Пол, который девочка, повержен. Давайте посмотрим, что нам дали. Здесь увеличивает продолжительность града для владельца этого предмета. Ну, это уже, знаете, вещь такая. Субъективная. Кто ее... Для кого-то вещь полезный, этот предмет. Этот вещь. Господи, все запутал. Для кого-то предмет полезный, но в нашем случае он вряд ли кому-то какую-то пользу даст. Интересно все-таки, как здесь менять составы. Но вот пока я такой возможности не нашел. Зато нашел этаж, на котором уже аж целых три тренера. Давайте, наверное, на этом завершим наш сегодняшний эпизод Покехаков. Кто пройдет дальше, обязательно расскажите, как здесь заменять покемонов и можно ли это делать. Мне, в принципе, Ромхак понравился. Неплохая убивалка времени. Если нравятся битвы, так и вообще роскошь. Ссылку, как всегда, оставляю в описании. Люблю вас всех безумно. Подписывайтесь на канал. Заглядывайте обязательно в комментарии. Пишите, делитесь. До скорых вам встреч и всего самого наилучшего. Пока-пока.